Когда переступаешь порог детского сада номер один, сразу чувствуешь особую атмосферу дружбы и радости. Коллективу удалось за эти годы создать сплоченную команду из детей, родителей и воспитателей. Они все привыкли делать вместе. Вот и в этот день они плечо к плечу стояли на сцене. Нам сегодня исполняется 10 лет. У нас два здания. Второму зданию годик, этому зданию 10 лет. Для нас это огромная радость, потому что было очень много вложено сил, труда, терпения. Поэтому я сегодня хочу поздравить весь свой коллектив. Я их безумно люблю, безумно ими горжусь и очень уважаю, потому что работать с детьми – большой труд. И отдавать им все свое сердце, как это делают мои педагоги и мой коллектив, это очень ценно. Дошкольное учреждение по многим показателям лидер среди детских садов. Здесь вводятся новые образовательные формы. Родители активно участвуют в процессе воспитания и развития своих детей. И это большое счастье для них. Я очень рад, что в это заведение ходят мои дети, потому что здесь дисциплина, порядок, дети себя чувствуют как дома. Поэтому я очень благодарен руководству, как и садик, так и руководству Одинцовского района за поддержание, так сказать, этого садика в рабочем состоянии, чтобы детям было хорошо, счастливо, уютно и комфортно. Многие пришли поздравить коллектив с юбилеем, пусть и небольшим. Исполнилось детскому саду 10 лет, но за эти годы проведена огромная работа. И за всем этом стоят воспитатели. Люди с чистым сердцем и открытой душой. Я очень рада и посмотрела, какие здесь есть залы, чем занимаются дети. Замечательный у них сегодня праздник. Хочется их всех поздравить, сказать слова благодарности. И, конечно, пожелать абсолютно таких земных пожеланий, потому что они очень добры, профессиональны и очень приветливы. Поэтому именно такого светлого и хочется пожелать в этот юбилей, конечно, новых достижений, каких-то новых мероприятий для наших детей, новых форм найти воспитания. Это очень время идет вперед и, конечно, оно требует также этого. Мне очень нравится видеть то, как дети совершенствуются, как они получают знания и как потом в будущем они их будут воплощать. И поэтому, наверное, все-таки хотелось видеть своих воспитанников в будущем. И все-таки это дети. Радость. Мне профессия очень нравится, так как я очень люблю детей. Воспитать детей люблю, обучать детей люблю. Ну, выбрала профессию, потому что хотела быть постоянно с детками. Руководство детского сада строит амбициозные планы и ставит масштабные задачи перед коллективом. И им все это по плечу, ведь они команда детского сада номер один. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».